привет мои любимые доброе утро все еще на набережную голубочки мои улетели потому что у меня нет ничего с собой вот я стою смотрю тут так красиво и там пробую лечить вообще-то классно я прям замерла смотрю на эти фрески и что это такое лепнина и что это как называется не знаю чайник и стою смотрю на эту красоту рукотворную и просто зависла на фонарик тоже смотрю что просто не передать словами и здесь все такое блин солнышко все такое утонченное все такое чистое свежее все какое-то одухотворенное не знаю в общем я зависла мои хорошие видите я даже увеличила не знаю сейчас получится у меня уменьшит нет пробуем 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 ну давай ли все пожалуйста да да молодец я горжусь тобой иду на набережную уже почти дошла и вы со мной видите как я иду рассказывала вам про бабушку а у меня прервалась видео опять почему она так делает я не знаю о смотрите ребятки идут красота в масках все пипец чего они делают с народом вот такая красота петербург хочется их поснимать красавчики у всех на подбородках нет не у всех есть добросовестные доброе утро бойцы привет прям мои сны не последнее время все время снятся вот такого где-то возраста парни целой кучей ну как кучи как это назвать целой толпы и я с ними только где-то в каком-то коридоре то где-то на какой-то площади в общем вот такое не знаю что это такое блин такая энергетика я так иду и чувствую даже не знаю как это передать прикол и пахнет от них непонятно чем мылом да мылом какой-то шампунью дешевый прикол такая у нас красота мои любимые а небо вообще вы видите они все с кусочками прикол красота там солнышко хотя наверно до пацанов снимать солнышко я еще раз сниму пацаны прикольная футу сзади в самые низенькие класс стоят вот такая красота они наверно ждут свет перейти красный дпс на меня смотрится сейчас начнет меня пойдемте правда от них мылом знаете каким хозяйственным реально пахнет красиво на солнышке уху красота таки шумные все равно отмена вообще как красиво пошли уже красный свет машина подождет я как их лет лично этот самый корреспондент снимают я пойду водички пока мужики пока там вообще как будто туман над рекой так классно над него и у меня прям стихи пишутся сразу пока мужики пока спасибо за службу или как там благодарю за службу показала вам питерских бойцов теперь показываю солнышко голуби везде за мной летают вообще же кач не знают уже как облуплены как тишина классно там вороны ходят огромные вороны привет чего вы тут ходите шоу тут ходите хотим и ходим да что-то там ищешь в травке где там возле мусорника воркуют что-то ищут там ворона сидит на этом парапете а это в травке что-то ковыряют нашла нашла скушала видели прикол доброе утро красавица ты водичку пьешь ты моя умница вкусная водичка вкусная класс как она пьет бочком ворона карпнула во все воронье горло сыр выпал с ним была плутовка так и стихи тебе посвящают опера шкачала на счастье видели она показала что все будут счастливы класс какая у нее грудочка так хочется погладить не взяла а теперь там ворона а где вторая вторая вон полетела на этот села на кораблик видите тут кораблики на них катаются по реке сейчас него привет привет него как тут классно птички поют пришла так хотела сюда прийти и пришла кто молодец я молодец молодцы что со мной пришли ворона вон там сидит видите на этом а это мраморный красивый космос так не как это это а и и чего тут ищите мусорниках кушать хотите они дырку сделали в пакете вчера там едят и дерутся так она не драться мужики прям философ у меня спина мокрая и дует ветер и не хочется спинку продуть я вам рассказала про бабушку в прошлом видео воробьи черекают я думаю что за птицы какие-то другие это воробушки как я давно воробушков не видела в питере потому что говорят что зимой все время посыпают солью хреновой какой-то технической и они пьют эту водичку и погибают все воробушки вот рассказала про бабушку как она мою дашку сварила моего лучшего друга на то время вот а потом мама на день рождения подарила мне ладочку собачку мою вот как вчера мы с вами видели такую же беленькую вот и она у меня жила три года она у меня после года уже начала рожать щенят и рожала по восемь штук нет по моему первый раз она родила шесть а потом начала по три раза в год рожала и они были все у нее разные потому что она гуляла с разными кабелями один раз она вообще не могла раз родиться я у нее вот мне было сколько там 11 лет или сколько я у нее постоянно принимала роды лады вот и занималась с ней и она ко мне так энергетически прилипла что я даже не чувствовала что это собака а я чувствовала что это член нашей семьи что это мой она понимала вообще мой характер мое настроение и по взгляду знала чего я от нее хочу и что она делает так мне не надо было на нее там замахиваться или орать или еще что-то она меня очень-очень понимала и когда бабушка на меня там замахивалась тряпкой или еще что-то вот и ругала лада все время на нее ручала так страшно вот а потом один раз я пахнет так розами вообще не передачи красотище дарю вам цветочки мои любимые подписчицы она такая мокренькая живая так пахнет конечно стойко у меня не очень девочки идут но чушь делать для искусства что только не сделаешь один раз я пришла домой а бабушка ну лад дома не не застала не обнаружила бабушка ее завезла сказала что внучка я ее отвезла бабушки не не потому что бабушка не на живет одно бабушка не на действительно жила одна и на ее дочь уехала бросила ее вот потому что бабушка не на была свидетелем яговы и эту нину доставала конкретно она из-за нее не могла выйти замуж до 28 лет и в 28 лет она от нее свалила в конце концов вот и бабушка завезла сказала что бабушки не не но она набрала потому что я пошла бабушки не не я пешком шла через весь город потому что я знала так как дойти а как доехать я не знала вот и лады там не оказалось она бабушка наврала и бабушка не насказала что я вообще вот короче она я куда-то не знаю куда она ее делать потому что если бы она его привезла даже к бабушки не не лада через весь город пришла бы домой понимаете она ее может быть завезла куда-то вообще в другое в другую деревню какую-нибудь или вообще не знаю куда где-то какой-то двор каким-то людям чтобы они ее привязали в общем такое и с тех пор я вообще перестал общаться с бабушкой вплоть до того времени когда не умер пока не умерла мама вот когда умерла мама я начал начала общаться с бабушкой потому что она слегла не ходила больше что это кто знает то наверно какой-то этот самый до от велосипеда эти ключики какие-то звенит красиво прям как цен я бы наверно посидела бы там возле реки но я не могу потому что у меня реально мокрая спина а ветер здесь возле нивы очень холодный понимаю что вам тоже хочется увидеть водичку чайка я думала это голубь чайка красавица кто не размах крыльев вот бабушка тогда слил слегла я за ней ухаживала и в институте перевелась вечернего то я работала когда мамочка была жива и училась в институте а когда умерла я уже не могла потому что бабушка не вставала мне нужно было за ней ухаживать и работать я причинину соседку просила коровник чтобы она днем иногда когда я на работе поднимала бабушку в туалет что нибудь ей давала покушать хотя и оставляла еду утром и попить и все вот я после работы прибегала домой ну и кормила так и я ее простила в общем за ладочку и за дашку и за все бабушка умерла в том же году что и мама мама умерла в январе 89 а бабушка умерла в декабре вот даже ее не пережила она все время плакала говорила как же вальчика так ушла оставила нас одних ну короче она пришиблась очень но я пришиблась я два года вообще ни с кем не разговаривала я на работу ездила на автопилоте вообще я не видела людей не ни с кем не общалась у меня не было ни друзей никого вот когда мама умерла брат сразу же ушел я осталась только с наташей и с женой брата со светой она была беременная на девятом месяце светкой и у нее был лёшка полтора годика вот они жили со мной я работала они сидели дома ездили иногда в деревню в казацкая это недалеко от мариуполя к маме своей света ездила с детками ну сначала с деткой с одним с лёшкой а потом уже из со светиком вот как тут классно вы не представляете мол тут вроде ветра нет нет есть нету потом раз и есть сидит красоту еще за мной ходишь я с тобой поговорила что ты водичку пьешь это уже все ходишь за мной какой у нее клювик красивый у нас видите у меня нет пойду немножко свалит и голубочек прилетел ли она прям позирует красоту привет какие у тебя глазки красивые и клювик прям не оторвать глаз у тебя и ножички какие красивые перышки у меня это прям чудо она сразу за полетел ладно мои любимые пойдемте домой пришла к водички как и хотела так что мечты сбываются как я и говорила тут вот что-то написано мне ничего не видно из солнца вам может что-то видно собственноручный эскиз императора петра первого первого русского чего написано 54 пушечного линейного корабля полтава ухты я даже прочитала потому что солнце светит прям глазки ничего не видно этот самолет хотел сказать корабль и фонари так светят солнце мне так вороны нравятся они такие разумные я вот на нее смотрю и я вижу что она реально с таким характером мощным как вот некоторые пожилые люди вот именно пожилые не знаю такая от них энергетика прет вот где травка выросла чё тебе там на траве не рослось такая же упертая как и я нет машин вообще на красный свет пойду а там да поясники стоят а снимала я уже вам целую кучку это у нас вот это идет туда и туда это вдоль не вы это все идет воскресенская набережная вот видите видно вам нет а небушка смотрите как будто волны и корабль ну вот по волнам небесные вообще как красиво непередаваемо вообще я удовлетворена пробуйкой а как вы скажите понравилось вам водички ходить пока кораблик какой-то красивый не хватает какой-нибудь красивой люблю вас, мои хорошие пока-пока всем волшебного воскресенья ну конечно любви без нее никуда у меня вспомнился стих у нежных девушек с роду не было глаз манящий тебе не дают свободу тебя называют пропащей давай-ка сбежим вместе вызвав слюхи народа ты меня любишь очень очень и я уже больше года шагаю вот такие строчки навеялись это у нас улица Шпалерная туда идет там такой храм красивый этот как он называется смольный вот хочу туда тоже сходить с вами Шпалерная вот так вот прикольный Петербург Петроград блин я уже с вами попрощалась я никак не могу расстаться пока солнышко мы идем домой как брат помните мальчик водочки мне я домой лечу помните мне водочки не надо я дома я пришла люблю вас всем волшебного настроения я с вами пока пловню я петербург я петербург я